Комнатные цветы – самое популярное украшение любой квартиры. Их покупают в многочисленных магазинах, дарят друзьям на праздники, но никому не приходит в голову, что эти подарки приносят не только пользу. Особенности некоторых комнатных растений оказывают плохое влияние на состояние здоровья домочадцев. Семье с детьми и домашними питомцами стоит быть очень осторожной приобретая комнатные цветочки. Сок опасных растений содержит яд, а некоторые цветы отравляют воздух токсичными веществами. Опасной может быть как зелень домашней рассады, так и красивые домашние цветы. Ребенка или животное привлекает яркая окраска цветов опасных растений, в результате прикосновения к нему получая мажок или отравление. Таким зеленым друзьям необходимо подобрать правильное место, а не ставить их в детской или спальне. Отсутствие животных и детей в доме не повод расслабляться. При работе с такими растениями все равно надо соблюдать осторожность. Обрабатывать опасную зелень нужно в перчатках, а после работы необходимо промывать инструменты. Ядовитых домашних растений очень много, поэтому приобретая что-то сразу стоит узнать, к какому семейству оно относится. Среди комнатных растений существует 4 семейства, которые являются очень опасными для животного и человека. Цветы семейства молочайных имеют очень опасный сок, который оставляет на коже человека сильные ожоги. Зелень семейства ароидных содержит очень токсичный сок. Растения семейства куртовых, самые опасные, имеют очень привлекательный вид, нравятся детям. При уходе за ними необходимы перчатки. И семейства посленовых, в котором не все растения ядовиты. Например, картошка или помидоры. Но цветы семейства посленовых, в частности их плоды, вызывают отравление, тошноту и рвоту. Вот некоторые растения, которые часто можно увидеть в квартирах и домах людей. Диффенбахия, при его обрезке происходит выделение и разбрызгивание сока, который очень токсичен. Он может вызвать покраснение и ожоги на коже, а если попадет в рот ребенку или животному, вызовет отравление. Запах цветущего олеандра вызывает тошноту и головокружение, а его сок в организме человека или животного приводит к слепоте. Похожие симптомы могут проявиться и при контакте с молочаем, монстерой или примулой. Выбирая для дома зеленого друга, стоит серьезно подготовиться и определить, какие растения можно взять, от каких стоит отказаться, как бы ни были они красивы. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.